День пограничника Своё профессийное свято означали пограничники. Службе исполнилось от 99 годов. Войсковцы в зелёных фуражках оховывают около 2000 км в державной мяжи. Про то, как проходили в расшистости, угомили, далее в сюжете. 28 мая 1918 года кропка отвлеку истории погранвойска. В этот день Совет народных комиссаров принял декрет о формировании пограничной оховы. Сегодня наш регион обороняют два подразделения – Гомельская погрангруппа и Мазырский пограничный отрат, который стал самостоятельным излучением два года тому. Белорусские межи и огульные межосоюзные державы по праву лечатся одными из самых безопасных в свете. Сучасные обстоятельства не дозволяют охотко выявлять порушальника у державной мяжи и принимать необходимые меры реагования. Но главное на мяжи – это люди, готовые у любых часа зарабить усёк, как продухилить, собрать правные деяния. Скажу, что по итогам оперативно-служебной деятельности пограничной группы за прошлый год мы занимаем одно из лидирующих положений в системе органов пограничной службы. Конечно, есть над чем работать, но тем не менее уже на данный момент выставляется пограничная застава, планируется к выставлению ещё пограничная застава, вводится в штат новое подразделение. Поэтому я думаю, что в этом году мы уже обеспечим, по крайней мере, приложим все усилия, чтобы обеспечить гарантированную охрану государственной границы. Напереда Днепрофессийного свята на территории войсковой части 12.42 уражисты открыли ритуальную пляцовку. Первую – одиную у Гомеля. Это не просто пригожая композиция, але и символ мужности, стойкости и отваги пограничников. В память о загинувших воинах, які обороняли межи нашей державы, у подморок пляцовки закладзены цаглины с Брестской крепости. На мероприемство запросили представников старейшего поколения ветеранов пограничной службы. На вот у отставцы пограничники не становятся былыми. Это особливое боевое братырство, якое шануя свои традиции. Хочу пожелать молодому поколению, нашим продолжателям службы пограничной на участке Гомельской области, государственной границы, удачи, здоровья, крепкого семейного счастья, любви, всех земных благ, чтобы они, так сказать, достойно продолжали традиции пограничных войск, органов пограничной службы. Почас самого свято у Гомельским скверы имя Держинского традиционно пройшел митинг, на яким собрался особистий состав, офицеры, командиры и ветераны органов пограничной службы. На урожистом построении супрацовники Гомельской пограничной группы отримали новое воинское звание, узнагороды и падяшные листы. У их адрозгучали веншаваний, словы падяки за доблестную и сумленную службу. Ганна Коральчук, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Узмацнение практичной накерваности вышебного процесса, ранняя профориентация студентов и стажировка выкладчиков высшей навучальной установы у подразделениях правооховных структур. Управление Следующего комитета по Гомельской области и Гомельский филиал Международного университета МИЦО подписали договор об супрацовництве. Планами Бакул подсекавился Олег Сентюров. За этот год для Гомельского филиала Международного университета МИЦО явно неизвычайный, причем одразу по некоторых причинах. По-перше, сегодня 25 годов узмом у той его открытия. По-другому, установлено совести со Следующим комитетом. Не только, как их не исновало ранее, а ли я не имел, как ли, можно так сказать, неофицийный характер. В последние годы сложилась устойчивая тенденция, что все больше и больше выпускников Международного университета МИЦО изъявляет желание поступить на службу в Следственный комитет. Мы давно сотрудничаем с данным учебным заведением, и студенты Гомельского филиала университета МИЦО регулярно принимают участие в проводимых учебно-методических сборах Следственного комитета, социокультурных, идеологических и спортивных мероприятиях. Жадание управления Следующего комитета по Гомельской области, супразовничество за МИЦО, тумачится просто. Сегодня в регионе специалистов, которые могут служить в правоохранных органах, трехтуются только два гражданских ВНУ, Державные университеты Мяскарыны и непосредственно МИЦО. Причем в этом году на специальность правознавства тут будет набираться 60% от огольной колькости абитуриентов, плюс наявность квалификованных выкладчиков и ответственной базы. Такого в учебного кабинета, пока нема ни одной вышедшей на учебную установку в Гомельской области, зала судовых посаджений. Ее меркуется открыть не депресс 10 дн. Причем тут будут не только проводиться занятки со студентами, а и проходят соправданные судовые посаджения. По судности, баки подписали сразу два документа. По-перше, погоднение о построении филиала кафедры правознавства на базе управления Следующего комитета по Гомельской области. По-друге, договор о супрацовничестве. Причем опошню будет шматфаковым, починаючи от стажировки выкладчиков и студентов у подразделениях Следующего комитета до выкладания в университете спецдисциплин специалистами комитета. Як чекается, у сёга это повысить якость адвокацийного процессу и будет саденничать профессиональной ориентации студенту. А прычатого повысить свою квалификацию у МИЦО смогут и сами офицеры. С гэтага года в университете открывается магистратура. Примушать вучиться не будуть никого, а лекали супрацовники Следующего комитета маратья б бошь высокой посадзи. Полтора года на заводшем отделении даримно потраченными не будут. Будем готовить специалистов для Следственного комитета. То есть практически это люди с высшим образованием, но будут проходить ещё магистратуру, получать диплом магистра по своему направлению, по своей специальности. И в ближайшее время мы собираемся совместно со Следственным комитетом открыть криминалистический полигон, где будут не только наши студенты готовиться, но проходить квалификацию, повышение квалификации, следователи, специалисты из управления Следственного комитета в Гомельской области. Олег Сентеров, Евгений Макейенко, телерадокомпания «Гомель». Комитет державного контроля в Гомельской области завтра проведет городшую телефонную линию. Специалисты ведомства откажутся на пытании, связанное с наведением парадку и захованием правоохранных законодавства на сельско-господарших объектах и землях. Звернуться можно по телефону у Гомеля 23-83-72. Промая линия будет працовать с 12 до 13 годин. У червяне активисты Белорусского Республиканского Союза молодежи во всех районах Гомельской области обмяркують пытание развития молодежной политики. Чекается, что пройдет каля 20 подобных сустреч, у которых проймуть удел каля тысячи молодых людей. До диалогу плануется запрашать и представников мясцовой улады. Доведаться про часы вместо сустреча можно у районном комитете БРСМ альбо у интернете. Дарайше, кожный жадающий сможет выказать свои пропановы и за уваги на контодейности молодежной организации. Зробить это можно у социальных сетках. Спасылку вы зараз башите на своим экране. У некоторых храмах Гомеля заявились так званные полицы-добрыни с бесплатными продуктами. Доброчинный проект запустила Гомельская областная организация белорусского товарыства «Червонного крыжа». Принять удел у акции может любой жадающий. Для этого достатково набыть один або некольки продуктов харчаванья и покинуть их на специальном стеллаже у краме. Полицы-добрыни различны для маломайомостных и бездомных грамадян, которые, саправды, имеют потребу в даденных продуктовых товарах. А тому могут их от сюль забрать абсолютно бесплатно. Проект является пилотным и по куль проходить только у трех храмах Гомеля. И он, уявляя собой, кругозворот Добрыни ориентованы на социальную отказность грамадян. При поспеховой реализации из-за потребованности сирот насельства областная организация белорусского товарыства «Червонного крыжа» плануя поширить территорию установки даденных полиц у инших ганлёвых объектов Гомеля и региона. Это благотворительный проект, который придуман в Гомельской областной организации «Красного креста». Устанавливаются в трех магазинах сети «Сахарторг» полки добра. Это такие полки, на которые каждый желающий человек, который хочет помочь другому человеку, может купить какой-то конкретный продукт, доставить на этой полке. А тот человек, который нуждается в этой помощи, может подойти и взять любой продукт. Полки добра расположены в магазинах Оксана, улица Барыкина, магазин Натальи, улица Ильича и магазин Дашенька, улица Минская. Я призываю всех желающих не оставаться равнодушными, не оставаться в стороне от людской беды. И все-таки, если есть возможность оказывать помощь, оказывайте. Мы, как «Красный крест», всегда пропагандируем гуманизм и милосердие. И основная цель этих полок все-таки обратить внимание людей, что рядом есть люди, которым нужна помощь. У Гомеля прошла акция по доброму парадкованию. Принять уделу ее мог любой жадающий. Местом состреча активных горожан стала Казанская Святая Крыница, которая находится на улице Подгорной у областных центра. Отдельники акции привели у парада к прилеглой территории, убрали смесь, высадили кветки и усталевали в паренче. Головной метой акции стало притягнение уваги громадскости до проблем стихийных звалок и повышение святомости горожан у поднимания чистяний во властном городе. Мы часто участвуем в таких акциях. Мы рады здесь помочь. Мы участвовали и на Валатабе убираем, ездили в Ветковский район, Шубино, там в доме престарелых убирали. Также на Солнечной мы не остаемся в стороне. Часто убираем, помогаем. Какая помощь нужна, наши студенты, кафедра экологии, всегда рады помочь и никогда не отказываем. Почему выбрали это место? Потому что оно очень интересное само по себе. Оно в центре города, природная часть, территория природы здесь практически не тронута. Но так как здесь очень часто собираются разного рода социальные элементы, поэтому хотелось бы эту территорию включить в горы, чтобы она стала более известной, более популярной. Потому что место действительно красивое, оно интересное, но оно требует к себе ухода, требует внимания. Гомельское областное управление МНС с 20 по 22 червяня на территории Гомельской области будет проводиться комплексная проверка автоматизованной системы централизованного оповещения громадянской обороны с заключением электросирен. Уперед проведения проверки просьба до населенства заховывать спокой, заставаться на своих местах, уважливо слухать поведомлений диспетчера. В областном центре прошел спектакль «Команда-101», подрактованный городским центром культуры и гомельскими выратовальниками. Основная мета – профилактика детячего травматизма, а так само пожаров, які отбываются по причине гуня у загнем. Для усіх наведовальников спектакль перед початком представления были организованы автоматичные конкурсы и фотозоны. После чего на сцене городского центра культуры выступили юные выратовальники середней школы номер 9. Яна рассказали об тем, як необходно попередживать и ликвидовать надзвычайные ситуации. Спектакль «Команда-101». Он направлен на безопасность жизнедеятельности наших детей, популяризацию пожарной службы, органов и подразделений по чрезвычайной ситуации. Ветка у гэтая выходная стала черговым пунктом проведения областной громадско-патриотичной акцией «Моёй краине». Гастей свята забавляли интерактивные пляцовки, выставы, гульни, майстр-классы, концертные программы. Одночасово провели экологичные, доброчинные и профилактичные проекты. Подключилась до акции телерадиокомпания «Гомель». Настасья Кучинская расскажет больше подробязно. Инициатором проекта стал координационный совет громадских объединений и политических партий Гомельской области. В минулом году удельники акции сделали шмат корыстных справ для своей краины. Все лета проект набыл формат свята, который проходит во всех районах после Хойников, Брагина и Будда Кошалева. Город су строка проект истотно обновленным. Все лета на развитие городской инфраструктуры и объектов социальной сферы сюда были притягнуты сурвезные сроки с бюджету в области. Это первое кардинальное перетворение города за все послежарнобильские годы. Город выглядит совершенно по-другому. Начиная от его главной площади, которая называется Красная, с ее улицами, образование культуры. Приятно сейчас встречать гостей нашего города. На концерт у ветку приехали молодые, а ле уже добро вядомые ваканалцы. Утымлику у дельник славянского базара и новой хвали Виталь Сычоу. И он дарыш и презентовал свою новую композицию. А ле дучшими концерта стали диджеи радиостанции Гомель-ФМ. Ветка нас поразила своими людьми. Вообще очень она преобразилась за последнее время. Рады за этот город. Правда же, Денис? Абсолютно верно. И мы не говорим пока. Мы говорим до свидания. Увидимся обязательно в районных центрах нашей области. Да. Благодаря акции Моё Украине 2017. До конца Костричника акция Моё Украине пройдя у кожным районным центры Гомельской в области. И сё лета она заховывает свою головную мету притягнуть увагу молодзи до конкретных каштоуных справ для добробыт Беларуси. Настасья Кучинская, Максим Славин, телерадио компания Гомель-Ветка. Гэта и иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэта выпуск завершенный у студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до сустречшего эфира. Продолжение следует...